вот так вот друзья как жители кишинева рисуют пешеходный переход как раз находится на улице рост место где все мамы с детьми переходят через дорогу в парк чет подсыпал многовато краски нет много чуть-чуть налили много разочкой а то она будет так сохнуть полгода все начинают почему это перепроисходит столь поздний час как вы сами понимаете очень много машин днем ночью все таким движением поспокойнее понимаете ребята кто-то может клеить наклейки на машины а кто-то вот действительно каким-то своим примером пытается сделать чуть чуть лучше наше бытие наше бытие конце концов как раз сейчас сезон сезон прогулок в парке и все мамочки со своими детьми и бабушки и дедушки смогут перейти дорогу без опасно ну во всяком случае по наше умение и кстати говоря это можно все сделать совершенно спокойно ночью как должно быть она для куда чтобы не мешать вот так это происходит ну первым уже почти заканчиваем часть пол дела сделано что там сейчас увидим дальше альбрия доброй ночи дмитрий вот сейчас надеюсь что таким вот методом мы заставим их наконец-то хотя бы раз два года наносить разметку для того чтобы водители не попадали в тюрьмы пассажиры оставались целыми и не попадали в больницы тем более в этой зоне парки вы очень много детей и мам которые переходят дорогу в ту сторону с разметка очень нужно вот мы сейчас нарисуем и надеюсь что власти наконец-то наконец-то за за того что мы набрали и вот это будет тот наша бар уборщики красильщики нашего города но на следующей неделе у нас еще есть да акция да у нас есть на следующей неделе тоже есть акция вот ребята собрались так смотреть это все прорабы 1 1 рабочий 10 прорабов вот такой вот пешеходный переход миша нотади пешеходный переход нарисовывается на шоке на некоторые знаки сколько на вас поле на салфе как раз увидим вопрос не в том времени которое ты даешь вопрос в том что этом можно сделать и нужно сделать пока всем сладких снов как обещали на 56 тысяч сделали такой подарок для города попытались показать что можно сделать и нужно делать и что уже целый год мы не получаем никакой разметки люди получают за этот штраф или попадают в аварии сбивают пешеходов каждый день и люди гибнут поэтому мы надеемся что как повторюсь как с парками мы дали хорошего стимула примарии начать убирать я сейчас вижу уже там примария между собой даже начала запускать какие-то там челленджи и тому подобное без этого видимо они не смогли бы убирать и надеюсь что со следующей недели они начнут запускать челленджи по разметке по насильной разметки города тем более что краску они уже купили всем добрый ночью